16 ноября Этот день в истории Сегодня международный день толерантности, поэтому будем терпимее друг к другу в нашем многокультурном и многонациональном обществе Кроме того, сегодня международный день борьбы с анорексией Так что налегаем на завтраки, обеды и ужины, дабы не отощать и не заболеть этой коварной болезнью Мыть, в конце концов, не топ-модели Сегодняшний день можно считать днем рождения спортивной дисциплины самбо, разработанной в СССР в 1938 году И включенной в число видов спорта, культивируемых в Советском Союзе В 1824 году австралийский исследователь Гамильтон Хюм обнаружил реку Мурей А это, между прочим, самая длинная река в Австралии, протяженностью в 2375 километров 174 года назад в Нью-Йорке запатентовали пробковый спасательный пояс А вот в 1869 году формально был открыт Суэцкий канал, на строительство которого ушло 10 лет Официальное открытие состоялось на следующий день 82 года назад были установлены дипломатические отношения между Советским Союзом и США В 1941 году в битве за Москву погибли 28 панфиловцев Хотя в наши дни этот факт оспаривается и утверждается, что погибли вовсе не все Но это уже другая история 50 лет назад в СССР была запущена Венера-3 Беспилотный космический корабль, который первым достиг поверхности Венеры Вернее, он врезался в нее, но это тоже считается В 1966 году наблюдался самый обильный звездопад в мире Более двух тысяч метеоритов в минуту рассекали небосклон Представляете, сколько желаний можно было бы загадать? А день рождения сегодня отмечает Кристиан Флаки Лоренс Немецкий музыкант и клавишник рок-группы Рамштайн И помните, с нами вы всегда будете знать, что произошло в каждом из 365 дней в году Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова